Бетонное помешкание в подвале с забитым окном, с шкалянными дверами, где все товарищи ходят с собаками, глядя, как ты ходишь в туалет, как ты мышься. И над тобой еще при этом висеть камера. Себе вздымают все твое оденье и покидают в некой турэмной, незразумелой робе. Я влезла в одну колошину целком. Ями дозволили мне штаны, только самые тоненькие. У карцер ты не можешь права взять на угол ничего, только зубную щетку, мыло, туалетную паперу, ручник. Матрас с тобой выдаете только на ночь. Я срывала себе спину, потому что ложек нужно откидывать, а он очень тяжкий. Мне пошли гнойные фурункулы на усин теле от холода. Одинное вартование – это рухаться. После 5 дней голодовки ты не можешь шутко ходить, не можешь скакать, робить чтости, как греться. В карцер по диагонали, 4,5 мои кроки. Я целый день ходила, как греться. Это 4,5 кроки я потом снила. Я весь час глядела в этой маленькой акенце и кричала, «Мама, вырыты меня, я не выживу». Я нашла некий камень и скрыла себе вены. Там тебе уже все одно, просто не хочется жить. Вырытывало меня только тое, что про спару карцеру начали спевать песню. Войны света, войны добра. Я расплакалася. Я зрозумела, что я не одна выкинула этот дурацкий камень. И в этот момент я подхожу до крата у Каляцьвере. Там написано в разных местах. И это, вроде, усмехнись. И я зрозумела, что это не тое место, якое повинно меня сломать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!